Леонид Гайдай, маршал советской комедии. Его картины давно разобрали на цитаты. Его имя водрузили на знамя отечественного кинематографа. Как ни странно, человек, который подарил людям столько смеха, в жизни был морочноватым, замкнутым и неразговорчивым. У него совсем не было друзей и почти не оставалось времени на семью. Самая главная была работа. Я ему говорила, у нас с тобой разные дети. Вот у меня Оксанка, а у тебя картина. Когда я был человек непростой, но простые люди Гайдаями не бывали. Явление в кинематографе. Леонид Гайдай. Нет второго Гайдая. Наверное, он не скоро появится. 1969 год. На советские экраны выходит фильм «Бриллиантовая рука». Картина имела небывалый успех. Режиссёру Леониду Гайдаю за эту работу вручили высшую награду страны – государственную премию. Трудно представить, что этого фильма, как и остальных комедий знаменитого режиссёра, могло и не быть. Если бы не одна маленькая заметка в газете «Правда». Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить ещё лучше. Точно. Свою первую комедию выпускник в геке Леонид Гайдай снял в 1955-м. Главный герой фильма «Жених с того света» – бюрократ Петухов – не был дома три дня. А когда вернулся, понял, что его похоронили. По документам человека нет. Чтобы родиться заново, Петухову пришлось преодолеть массу бюрократических преград. Протокол. Похожая история вскоре произойдёт с самим Гайдаем. После картины «Жених с того света» его похоронят, как комедиографа. Прекратите! Картина получилась острой, эксцентричной, смешной. В ней играли такие известные актёры, как Георгий Витцин и Ростислав Плят. Дело в том, что я жив. Художественный совет работу одобрил. Всем было ясно – родился новый комедиограф. Однако блестящий режиссёрский дебют обернулся провалом. Министр культуры СССР Николай Михайлов, посмотрев фильм, пригрозил Гайдаю исключением из партии. Молодой человек, что же это вы сделали, Пасквиль, на советскую действительность? А Лёня говорит, ну неужели вам жалко этого бюрократа, который пострадал, значит, в общем-то, ну правильно, пострадал, да и он вообще не нужен в системе. А Михайлов говорит, мне вас жалко, молодой человек, ведь вы больше никогда не будете снимать кино. Антисоветщина. Такой была рецензия на комедию. Картину запретили. На карьере режиссёра можно было ставить крест. Если бы не директор Мосфильма Иван Пырьев, так бы оно и было. Это Пырьев подсказал Гайдаю, как найти общий язык с советской системой. Пырьев, это же умница, это такой хитрёга. Он говорит, Лёнька, тебе надо снять историко-революционный фильм, и будешь продолжать снимать картины. Гайдай советом воспользовался. Фильм снял. Героическая киноповесть о комсомольцах стреском провалилась в прокате. Что делать дальше, Гайдай не знал. Повисла пауза, которая могла затянуться на всю жизнь. В то время режиссёры по шесть лет не снимали. Потому что он приносит материал, да? А ему говорят, нет, вы знаете, вот сейчас у нас тема такая, другая. Сейчас у нас вот 40 лет шахте какой-то. Понимаете, вот давайте про шахтёры. Больше полугода Леонид Гайдай сидел без работы. На почве творческих неудач у него открылся полученный на войне туберкулёз. Фильмы о строителях коммунизма он снимать не хотел, да и, честно говоря, не умел. Для того, чтобы успокоиться, собраться с мыслями и забыть о неудачах, Гайдай вместе с женой Ниной Гребешковой едет в Иркутск. В этом городе он бывал почти каждый год. Небольшой деревянный дом, в котором Леонид Иович вырос, стоит на улице Касьянова и сегодня. Отсюда Гайдай ушёл на фронт. Сюда вернулся после тяжёлого ранения. Здесь жили его родители, брат и сестра. И, что интересно, вот там, значит, деревянный дом и его мама, Мария Ивановна, она, значит, вот все журналы, которые покупались до войны, во время войны, там всё, она всё сносила на чердак. Цель у неё была такая, что теплее будет сверху. Понимаете? Леонид Гайдай забирался на этот чердак каждый день. Там часами в одиночестве читал старые газеты и журналы. Кто бы мог подумать, что странная, по сути, детская привычка перевернёт всю его жизнь. И вот однажды он, значит, спускается с чердака, улыбается, такой весёлый, и говорит, Ниног, я написал сценарий. Я говорю, да. В газете «Правда», которую Гайдай отыскал на чердаке, он прочёл стихотворный очерк украинского писателя Степана Олейника «Пёс-барбос» и «Необычный кросс». История о трёх браконьерах, которые пошли глушить рыбу, взбудоражила фантазию мастера. И он читает. Бежит пёс-барбос. Два метра. Троица, там, ну, как бы, там полтора метра. То есть понять, что это такое, когда всё, полтора метра, два метра, три метра, взрыв, там, ещё полметра. Понять невозможно. Он говорит, правда смешно? Я говорю, Лёня, очень смешно. Он говорит, всё, едем в Москву. В Москве Гайдай показал сценарий пырьеву. Так же, как и Нине Гребешковой, директору МОС-фильма «История с браконьерами» показалась не смешной. Тем не менее, он выделил для киносъёмки плёнку и камеру. Короткометражка «Пёс-барбос» и «Необычный кросс» имела огромный успех. А её герои, трус, балбес и бывалый, на долгие годы стали любимыми персонажами советских зрителей. Гайдай понимал, сценарий хороший. Но теперь нужны актёры, которые смогут его реализовать. Начались пробы. Труса режиссёр нашёл сразу. Георгий Витцин был в то время известным актёром. 26 работ в кино, в том числе в картине Гайда «Жених с того света». Бывалым могли стать Михаил Жаров, Игорь Ильинский и Иван Любезнов. Ну, когда Лёня рассказал, в чём будет заключаться, что нужно бегать, Иван Любезнов отказался. Он говорит, вы знаете, мне уже это не по возрасту. Ну, Лёня опять копырил. Говорит, вот, Иван Александрович Любезнов отказался. Он говорит, да возьми вон, Маргунов. Он, говорит, будет бегать. Актёра Евгения Маргунова зрители тогда ещё не знали. Будучи студентом в ГИКа, он получил небольшую роль в фильме «Молодая гвардия» Сергея Герасимова. Но в отличие от большинства своих партнёров, для которых этот фильм стал путёвкой в жизнь, Маргунова брали лишь на эпизоды. Судьбу актёра изменил пёс-барбос. Маргунов так вошёл в образ, что стал классическим бывалом страны советов. Юрий Владимирович всегда потрясался на Маргунова. Потому что тот, несмотря на свою физическую такую мощь, не в смысле мускулатуры, и тем не менее он их обгонял. Он бегал бы с реальностью. Балбеса могли сыграть Сергей Филиппов и Борис Новиков. Но выбор пал на Юрия Никулина. Гайдай увидел его в фильме Рязанова «Девушка с гитарой». Никулин играл там пиротехника. В этой маленькой эпизодической роли Леонид Гайдай рассмотрел своего балбеса. Извиняюсь, товарищи. Не тот зажёг. Сейчас повторим. Снимали фильм «Пёс-барбоса. Необычный кросс» под Москвой. Съёмочная группа вставала в 6 утра. В 8 был грим. В 9 начинали работу. Текст учить не пришлось. В картине не было ни слова. Всё строилось на трюках. Самое сложное было снять эпизоды с собакой. Несмотря на то, что с ней постоянно работал дрессировщик, пёс-брех срывал дубли. То ронял динамит, то убегал в лес, то кусал партнёров по площадке. Особенно не ладила собака с Евгением Маргуновым. Она его ненавидела. Но взаимно. И он его ненавидел. Был такой случай, когда барбос съел усы Бургунова. Он отклеил усы во время обидного перерыва, положил их на стол. И собака их слезнула и сживала. То-то влюбил. В общем, трюки с собакой стоили немалых усилий актёрам, режиссёру и, конечно, дрессировщику. Спасало только то, что в арсенале последнего были определённые хитрости. Как смачно идёт, да? С самим хочется облизнуться. Ну, естественно, собака рядом находится, дрессировщик показывает ей какую-то еду. Либо уже после еды, что мы в таких случаях делаем. Нож ей маслом чуть-чуть мазанул в пальцы, чтобы собака облизывалась. Либо ей показывают рядом еду, и она сидит, но ничего не даёт. Поэтому она в предвкушении еды облизывается. Съёмки фильма шли 20 дней. После этого Гайдай сел в монтаж, во время которого вырезал большую часть сцен. Жанр эксцентрической комедии требовал динамики. Картина должна быть короткой и смешной. Так и вышло. 9 минут 40 секунд. И ничего лишнего. Я говорю, ты знаешь, вот жалко отрезать, но надо. И вот я помню, что они с Юрой созванивались. И Лёня там что-то не разговаривает. Он говорит, плачу, но режу. У него была такая фраза. Зрители приняли картину на ура. Посетители кинотеатров просили крутить пса Барбоса по несколько раз. 9 минут 40 секунд Леонида Гайдая потрясли весь Советский Союз. Кроме того, фильм был отмечен на кинофестивале в Лондоне и Сан-Франциско. Разные страны мира стали закупать его для показа. В одной из скандинавских стран, когда был Николь на гастролях, посол пригласил его к себе. Тот достал из несгораемого шкафа коробочку и спрашивает, как вы думаете, что это такое? Николин удивленно пожал плечами. Он говорит, это ваш фильм «Пес Барбос». Когда ко мне приходят дипломаты, перед началом переговоров, я 10 минут прокручиваю этот фильм, они лежат от хохота, потом становятся сговорчивы, подписывают все договора. Сразу после премьеры к троице «Трус, балбес и бывалый», которую блестяще сыграли актеры Георгий Витцин, Евгений Маргунов и Юрий Никулин, пришла популярность. Про них слагали анекдоты. Их изображения мелькали на открытках и сувенирах. Появились даже игрушки в виде любимых персонажей. Предметы, связанные с легендарной актерской троицей, Владимир Цукерман собирает с детства. Самую первую открытку он купил в 1961-м, когда учился во втором классе. Выложить за нее пришлось 8 копеек. Я с колоссальным трудом у папы выпросил 8 копеек, положил письменного стола под стекло и на нее молился. А потом весь класс собирал, срывал плакаты, афиши, какие-то мукулатуру собирал, потом вырывал из советских экранов журналов фотографии Никольны Витцину-Мурганову, и мне продавали. На сувениры и вырезки с изображением любимых актеров Володя Цукерман тратил деньги, которые родители давали ему на обед. Зато теперь в его крошечной однокомнатной квартире уникальный музей. 15 тысяч экспонатов, посвященных гайдаевским героям. Самой ценной – открытка с автографом самого Гайдая. В свое время Владимир Цукерман отдал за нее целых 5 рублей. Что такое 5 рублей? Это полтора месяца без завтраков. По 15 копеек. Вот посчитайте. Я накопил эти 5 рублей за полтора месяца. Отдал ему. Он отдал мне фотографию. Ровно через 25 лет приходит ко мне Гайдай. И говорит, я говорю, Леонид Иович, вот раритет. У меня есть фотографии, где вы в 70-м году подписали мне, не зная меня. Он говорит, а это не моя подпись. Я говорю, как не ваша? Я же отдал 5 рублей бешеные деньги. Тогда все. Он говорит, это не моя подпись. Зачеркнул эту подпись и написал, это не Гайдай. Гайдай. Кроме самого Леонида Гайдая заходили в музей Владимира Цукермана его любимые актеры. Георгий Витцин, Евгений Маргунов и Юрий Никулин. А Никулин сказал, зачем назвали музей трех актеров? Давайте назовем музей детей Гайдая. Ведь он же наш папа. Папа, папа. После выхода легендарной короткометражки за Гайдаем закрепилось право снимать комедии. Трус, балбес и бывалый изменили его жизнь. В фильме «Пес Барбос» они молчали. В «Самогонщиках» запели. Без каких-нибудь особенных затрат Создан этот самогонный аппарат А приносит он, друзья, доход Между прочим, круглый год А в «Кавказской пленнице» стали говорить Бордовары! Курзал! Бомбарбия! Кергуду! Шутка! Съемки «Кавказской пленницы» начались весной 1966-го. Главный герой новой эксцентрической комедии – Шурик. Многие считают, что нескладный, но интеллигентный студент – это и есть сам Леонид Иович Гайдай. Это Гайдай. Это, ну, не в полном смысле, так сказать, а, ну, короче говоря, конечно, очень много. Вот он, например, когда был в армии, он ездил на монгольских лошадях. И он же длинный, у него ноги длинные, а лошади маленькие. И над ним все смеялись. И он Шурика посадил на осла. Это, это, вот, пожалуйста. Понимаете, вот как бы, может быть, это не самый смешной момент, но ему казалось, что это, в этом есть эксцентрика какая-то, понимаете. Шурик на осле. С ноги попол. Мне кажется, что вот у него и у Шурика все-таки много общего. Какая-то доверчивость, какая-то детскость. Вместе с тем и принципиальность, и твердость. Для меня он где-то ассоциируется с Шуриком. Новая комедия цензуре не понравилась. Карьера Гайдая снова оказалась под угрозой. Председатель Госкину Алексей Романов назвал кавказскую пленницу поклепом на советскую действительность. Происходит паразитная вещь. Со слабеньким очкарик студент борется со страшным злом в разных его проявлениях. И побеждает слабосильный очкарик и прочее. И без помощи милиции. Сам по себе. Что тогда очень оскорбляло кинематографическое начальство. Что вот как мы не жаль. Лежать бы картине на полке. Но фортуна вновь улыбнулась Леониду Гайдаю. Однажды генеральный секретарь ЦХ КПСС Леонид Брежнев попросил привезти ему на дачу какую-нибудь свежую комедию. Не зная решения руководства запретить кавказскую пленницу, сотрудники Госкино отправили фильм Брежневу. Леонид Ильич пришел в восторг. Пересмотрел картину несколько раз. Показал всем своим соседям, членам политбюро. А потом позвонил председателю Госкино Романову и поздравил с победой советского кинематографа. Работали мы весело, но и в то же время серьезно. Никогда не забывая, что смех это дело серьезное. Я вот смотрю сейчас фильмы, где пытаются заниматься эксцентрикой. Не получается. Это только попытки. Сам режиссер, может быть, смеется, ему это кажется безумно остроумным, а зритель недоумевает. А у Гайдая был наоборот. Он никогда сам не смеялся над своими трюками, но всегда говорил, вот здесь в зале будет смех. Раскрыть секрет Гайдаевского юмора, наверное, уже не удастся. Но можно с уверенностью сказать, залог успеха всех его работ – отточенный текст, смешные трюки и динамика. Сценарии создавались, как говорится, на троих. Петь мы на троих не пили. А вот сценарий писали. Обычно при обсуждении сцены каждый предлагал свой вариант. Решение принимал Гайдай. Иногда сценаристы не соглашались, спорили. Гайдай стоял на своем. Переубедить его было сложно, но иногда все-таки удавалось. Я ему сказал, ну, хорошо, мы остановимся здесь, подумаем, как это переделать. Вот, раз вам не нравится, вы категорически настаиваете. Но я убежден, я печенкой убежден, что наш вот вариант интереснее стоит сделать. И вдруг он как-то изменился, задумался, как печенка чувствуете. О, это великое дело. Если печенка, тогда давайте сделаем, как у вас. Режиссер точно знал, чтобы комедия смотрелась на одном дыхании, в ней должен быть ритм. Гайдай этот ритм чувствовал кожей. Но для подстраховки каждую сцену снимал секундомером. Все было выверено и просчитано. Каждый кадр, как высшая математика. Да, все время с хронометром. И он считал, что через каждое определенное количество времени должен быть гэк, должен быть трюк. Должно быть что-то такое смешное. Поэтому он мне говорил, Владимир Владимирович, не смешно. Несмотря на то, что Владимир Этуш в кино снимался с начала 50-х, настоящая слава к нему пришла только после «Кавказской пленницы». Когда фильм вышел в свет, Этуш стал на Кавказе национальным героем. Везде его принимали как родного. Азербайджанцы считали, что он азербайджанец. Армяне думали, что армянин. Грузины были уверены, что грузин. Личность Гайдай для меня чрезвычайно важна, потому что я до этого снялся в каких-то 20 картинах. И я разговариваю здесь с вами по совсем другому поводу. А меня стали узнавать. С Натальей Крачковской Леонид Гайдай впервые встретился на съемках «Кавказской пленницы». Наталья Леонидовна в этом фильме не снималась, но однажды вечером приготовила для всей съемочной группы, в состав которой входил и ее муж, вкусный шашлык. Леонидовичу сказали, что нам приготовила этого баранцева Наталья Леонидовна Крачковская. Он говорит, а что, она повар? Он говорит, да нет, она не повар, она актриса. А я думала, повар очень хорошо, очень хорошая рекомендация. Позже, когда режиссер подбирал претенденток на роль мадам Грицацуевой в своих «12 стульях», он вспомнил об этом знакомстве и первый позвал Крачковскую на пробу. Ну, если книга у меня была, я моментально раскрыла книгу, читаю мадам Грицацуева. Женщина необъятных размеров с арбузными грудями. Я настолько была возмущена, думаю, что это такое забратье, какая. Решила, что меня разыгрывают. Однако участвовать в пробах актриса согласилась. Партнеры у Грицацуевой менялись каждый день. Никак не удавалось найти подходящего Остапа. Бендеры в фильме «Гайдая» могли сыграть Владимир Басов, Алексей Баталов, Олег Борисов, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Александр Ширвент и даже Муслим Магомаев. В итоге Гайдай отдал роль Остапа никому неизвестному актеру Арчилу Гомиашвили. Командовать парадом буду я. Из четырех претенденток на роль мадам Грицацуевой утвердили Крачковскую. Я считаю, что меня Господь поцеловал в темечко, что вот я попала в руки Леонида Юрьевича Гайдая. Он меня сделал. Товарищ Бендер, что с вами? Он вытаскивал все это за актера. Вот он говорил каждый раз, ну-ка давайте попробуем что-нибудь сделать так. Не получается у вас, да. Подумайте еще. Так, ну-ка вот это покажите. Нет, нет, не то. Еще не то. И вот уже когда... Ну что же показать? Он говорит, вот сейчас покажете. Я покажу. В середине 60-х начинается золотое десятилетие Леонида Гайдая. За это время он создал самые лучшие свои комедии. «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссер работает с небывалым азартом. Одни съемки переходят в другие. И так без конца. Работа, жизнь. Он был здесь, в работе. Он не представлял себя, по-моему, даже отдыха не представлял себе без работы. Да вообще он себя не берег. Вот он приходил на съемку, простуженный, в своей шерстяной этой серой рубашечке, кашлял вот так вот в кулак, тихенько, там пил горячий чай. Но съемочный процесс он не останавливал. Он не позволял себе болеть. Мало кто знает, что азартным Леонид Гайдай был не только на съемочной площадке, но и в жизни. Игровые автоматы, которые в нашей стране в конце 80-х только-только стали появляться, притягивали его к себе как магнит. Пройти мимо однорукого бандита Гайдай не мог. Он ходил в аэровокзал и играл там. Мало того, мы когда были в Америке, в Атлантик-Сити, он тоже ходил, и доллары бросал, и, значит, играл. И вот он приходит, значит, из этого самого аэровокзала, руки черные, вот просто, знаете, ну вот как пол черные такие. Я говорю, Лень, ну что это такое? Куртка светлая. Я говорю, руки у тебя черные. Я говорю, куртку надо в чистку отдавать. Он мне говорит, ну отдадим. И такой... Я говорю, что, проиграл, что ли? Ну зачем об этом спрашивать? Ну зачем об этом спрашивать? Даже свою небольшую квартиру Леонид Гайдай превращал в развлекательный центр. Московский мини-Лас-Вегас. Играл в карты с собственной тещей Екатериной Ивановной. Как правило, игра шла на деньги. Правда, суммы были символическими. Но даже их знаменитый зять все время проигрывал. Она говорит, вот Екатерина Ивановна, вы уже выиграли рубль 14 копеек. Она говорит, ну-ну-ну-ну. И она еще... Теперь он говорит, ну Екатерина Ивановна, сыграем? Она говорит, нет, Леня, я с вами играть не буду. Он говорит, как, почему? Она говорит, ну деньги-то вы не отдаете. Несмотря на то, что Леонид Гайдай всю свою жизнь снимал эксцентрические комедии, веселым человеком его вряд ли кто сможет назвать. Мрачноватый, сутулый, немногословный. Именно таким он запомнился тем, с кем работал. Он человек был, ну как вам сказать, строгий, вот если можно, для меня лично. Я вообще его немножко побаивалась. Это было с первого до последнего дня. Вот это чувство обожания и страх вот как-то у меня сплелось. Вот это отношение так и оставалось. Мягкости не было, была такая жесткость и давление авторитетом. Это и то, и другое. Конечно, его авторитет на съемочной площадке был незыблем. Рассказы о том, что на съемочной площадке у Гайдая царило веселье, шутки и свободная импровизация – чистый вымысел. Режиссер позволял актерам импровизировать, но давал для этого только один дубль. Иногда, правда, дубль этот оказывался удачным. «Бриллиантовая рука» вышла на экраны в 1969-м. С тех пор прошло почти 40 лет, а зрители смотрят картину с не меньшим интересом и смеются в одних и тех же местах. «Дитям мороженое, его бабы цветы». «Будете у нас на Колыме, милости просим». «Нет, уж лучше вы к нам». Никому даже в голову не приходит, что эти самые места гений комедии Леонид Гайдай заранее просчитал. Он говорил, вот это для детей смех, это для работяг, а это для интеллигенции. И чтобы при просмотре смех как бы не утихал. То одни смеются, а эти отдыхают. А эти смеются, а эти отдыхают. Понимаете, вот как-то, чтобы всю картину не было провалов. Пусть корзнулся, потерял сознание, очнулся, гипс. А что если? Ясно. Тогда, может быть, нужно? Не нужно. Понятно. Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого? После фильма, года два или три, наверное, под нашими окнами, окнами нашей квартиры, собиралась молодежь и хором пела «А нам все равно». Это ведь тоже показатель, как вы понимаете. Береги руку, Сеня, береги. У тебя там не закрытый. Открытый перелом. Я живу на метро и аэропорт, там Ленинградский рынок. И когда вышла картина, и там, значит, стояли ряды, ведро и картошка. Так? Я подхожу и говорю, вот мне взвесьте, пожалуйста. Приходи с мужем, бесплатно дадим. Я говорю, с каким мужем? С Никулиным. Многие уверены, что секрет искрометного юмора бриллиантовой руки – ящик шампанского, который Гайдай якобы купил перед съемками, обещая выдавать по бутылке каждому, кто выдумает удачную шутку. На самом деле, историю с шампанским сочинил Никулин, когда рассказывал о работе над фильмом в одной телепередаче. И Юра говорит, после каждого гэга Гайдай нам дарил бутылку шампанское. Понимаете? Я подскочила. Я говорю, Леня, что он плетет? Да этого же не было. Леня так ухмыльнулся. Вечером созваниваются. И Леня говорит, Юр, ну что ты там наплел про шампанское-то? А Юрка говорит, Леня, ну ведь так же интереснее. Юрию Никулину все можно было простить. Он был любимым актером Леонида Гайдая. Специально для Юрия Владимировича был написан сценарий «Бриллиантовой руки». Он же должен был играть главную роль в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». За 10 лет до выхода картины на экран, историк и скульптор Михаил Герасимов реконструировал череп Ивана Грозного, воссоздал его лицо. Внешнее сходство Грозного с Никулиным бросалось в глаза. И я говорю, Лень, ты посмотри, ну копию Юры. Он говорит, а мы на него и пишем. Однако Никулин от этой роли отказался. Актер был уверен, фильм, снятый по мотивам пьесы запрещенного тогда Михаила Булгакова, ляжет на полку. И кончится все тем, что взяли Яковлева. Одевайся! Царем будешь! Ни за что! Аз есмь царь! Царь, царь! А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Я считаю, что картина стала лучше. Потому что Яковлев, конечно, гениальный актер. И, конечно, Яковлев гениально сыграл два образа. И Буншу, и Грозного. Повинен смерти! В своих фильмах режиссер Леонид Гайдай снимался редко. Его милиционера в эпизоде «Бриллиантовой руки» могли заметить лишь самые внимательные зрители. Ребята, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Давайте грузить. Давай, поднимите. Самая большая роль у него была в картине «Двенадцать стульев», где он сыграл чиновника Коробейникова. Все там стоят стульчики, один к одному. Гарнитур замечательный, гамцовский. Пальчики облизи. Пре много благодарен. Не стоит. Осторожней. Дурак. Если на съемочной площадке режиссер Леонид Гайдай умел подбирать сплоченную дружную команду, то в обычной жизни друзей у него не было. С коллегами-кинематографистами общался крайне редко. С теми, кого снимал, не дружил. К актерам обращался исключительно на «вы». Считал, что понебратство до добра не доведет. Зато с соседями по дому Гайдай всегда находил о чем поговорить. Позволял себе шутки и даже розыгрыши. Ну, вот такая была история, значит. Я ремонтировал машину здесь вот у нас, стояла бы во дворе. Леонид идет с собачонкой со своей. Ну, и обычно собака была ласковая, а тут вдруг на меня налетает и начинает дявкать. Я сначала торопел, думаю, что это такое. Леонид говорит, что ты ее... Он засмеялся, прощел, позвал, отозвал от меня и ушел. Я не знал пока, вот потом уж после его, к сожалению, после его смерти, Нина Павловна мне сказала, ты знаешь, что Леонид нарочно это все сделал. Я говорю, вот. А зачем? Ну, хохмач был такой человек. Любил разыгрывать людей. С Ниной Гребешковой Леонид Гайдай познакомился во ВГИКе. Они оба играли в студенческом водевиле. А после репетиций, которые заканчивались в 11 вечера, Гайдай провожал Нину домой. Идти нужно было от метро ВДНХ до Кропоткинской. От ВДНХ пешком. Я на каблуках. Понимаете? Ну, самое смешное. И он был такой, вот, как Шурик, который шел с Лидой, там, вот, книжкой, и все рассказывал, рассказывал. А потом говорит, слушай, ну, что мы, говорит, все время ходим? Может, мы поженимся? Гайдай был высокий, Нина, наоборот, маленького роста. Но это не помешало им стать идеальной парой. Никогда не ссорились. Одна любовь на всю жизнь. Такое мало кому дается. В 1956 году у супругов родилась дочь. Назвали Оксаной. Нина Павловна была такая красавица, блондинка с голубыми глазами, что в нее нельзя было не влюбиться. И Оксанка, которую он обожал совершенно, и Нина Павловна, это было для него всю его семья. Нина Гребешкова и Леонид Гайдай прожили вместе 40 лет. Жили скромно, но дружно. Мудрая Гребешкова мужа ни в чем никогда не упрекала, ни о чем не просила. А когда тут доверял ей очередной сценарий, говорила, Леня, это гениально. Знаете, Гребешкова никогда для Гайдая на съемочной площадке не существовало консульта. И он тоже, и этим он замечательно отличается от других режиссеров. Понимаете? Ведь надо отдать должное. В конце жизни очень интересно было. Уже последний год мы приехали из Америки, и он как-то так говорит, говорит, ты знаешь, Ниног, я ведь перед тобой виновата. Я так напряглась, думаю, будет рассказывать какие-то свои мужские истории, вдруг они есть. Я как бы не знаю, знать не хочу. Я говорю, ну в чем, в чем ты виноват? Он говорит, я ведь не сделала для тебя картину, чтобы вот только для тебя. За свою жизнь Леонид Гайдай снял 18 картин, а его жена сыграла более 60 ролей в кино. Однако больше всего она запомнилась зрителям по небольшим эпизодам из фильмов Леонида Иовича Гайдая. Типичный делириум тремнус. Рвется спасать какую-то девушку, которую украли, как ему кажется. А сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы вы немедленно его приняли. Требует, примем. Давайте, давайте. Очень счастливый человек. Очень. Потому что прожить жизнь с таким интересным, неординарным человеком, это мне Бог послал. Это мне послал Бог. Он мне не снится. Никогда. А дочке он приснился. Приснился. И Оксанка приходит и говорит, мам, ты знаешь, он так, говорит, сквозь очки так прищурился и говорит, с Богом я дружу. И исчез. С Богом я дружу. И исчез. Я говорю, ну, слава Богу, хоть там друга нашел. Значит. За свои комедии Леонид Гайдай был удостоен самых высших наград. Народный артист СССР, лауреат государственной премии. Однако суть не в звании, а в том, что человек оставил после себя. Ведь народных артистов у нас много, а Гайдай один. Сутулый, замкнутый, немногословный. Почти всегда с сигаретой в руках. Он подарил нам 18 фильмов. 18 шедевров. Не смотреть нельзя. Не смеяться невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok